привет зритель камера у меня сейчас питается напрямую от сети планшет вроде на сто процентов заряжен я тут короче как бы это хотела пожрать приготовить думаю что поесть а у меня тут есть салат и то что с ним связано он уже мытый и надо только впаривать на салат у меня еще все еще легкий бардак на этом на кухонном окне но я более-менее разобралась у меня тут были пионы в вазах стояли они поопадывали как раз естественным путем высохли пока я была в деревне по ходу дела я вчера когда попала под дождь конкретно так вымокла у меня даже ноги были ботинки насквозь и джинсы хоть выжимай но рюкзак с ним все в порядке он прошел проверку на это на прочность короче у меня горло хрипит по ходу дела на бот меда с молоком попить или просто меда с теплой водой у меня тут случились а шкурки этого самого дорожка зеленого я что-то так думаю но их же обычно как бы детстве от ели вместе со шкурками бабушкин брат кгбшник ел со шкурками даже те которые вот ну уже не такие зеленые там могли допустим быть червяки и мы с сестрой в детстве всегда на это как-то слегка странно реагировали ну как это так мало ли чего там а он говорил но это же мясо так вот я загуглила в яндекс что можно сделать со шкурками ну и можно кинуть компост это и так понятно на следующий год он будет уже удобрением его можно там и в суп добавить и в салат и потушить и то и все и зажарить там только надо какой-то перец ну что-то поострее но мне остро как бы нельзя эти шкурки у меня пару дней на лежали в холодильнике пакетики я подумала что если я приготовлю маленький горошин катался то я может это заходку и выложу свой первый рецепт после того как купит перестал быть купитом в россии стал о вкусе снова и до сих пор мои рецепты полностью не перенесены хотя они это все обещали за пару месяцев делать ну как обычно в россии делается посмотрела видео одного блогера честное название мне не блога не помню ничего просто мне где-то попалась летит косметика я посмотрела она сотрудничать они сотрудничали сотрудничают короче с ариком но думаю может быть еще и с ютубом и может быть я потом напишу как бы в этот самый на думаю снова писать насчет сотрудничества даже одно сотрудничество с одной компанией перенесла на сентябрь потому что летом нет как-то неудобно но я что-то забила в поиск у меня одно из видео вылету просто посмотреть что за косметика и там помимо прочего я так и на девушка живет своим контентом за счет обсирания других может где-то у кого-то и косяки но как бы на себя тоже на обращать внимание короче у него помимо этой темы кричащий заголовок тыркаешься а там половина видео про все другое было сказано что российские изобретатели изобрели крем аж три штуки силкингс или что-то в этом роде мне стало интересно я залезла на в интернет опять же поискать что это и она как бы существует но еще не готова и прям много всяких обещаний но как обычно все через жопу ну только на словах как в современной россии принято потому что есть такой июне кредитбанк который кредиты вам наверное раздаст и без даже без посещения их банка лично онлайн и бесплатно и без смс чтобы сделать биометрическую активацию счета на который можно вывести деньги со ценз у них пересылка на сайт я помню тогда два дня убила на то чтобы у дело на то в саду и дома в городе в прошлый приезд еще чтобы оформить там этот вклад и переводить туда доллары пусть и доллар с youtube и ни черта не вышло потому что у них идет значит ставишь все их прибуды но прибуды не работают они говорят поставьте яндекс браузер ставлю яндекс браузер но он тоже не взлетает с этой штукой ставлю еще какой-то браузер он тоже не взлетает с этой штукой я на разных девайсах пробовала а у меня и линукс и двух вариациях и виндах вариациях хоть и 10 и ведро и пуду в вариациях я даже пыталась с грешного телефона который который мне отдал для стримов это что-то сделать на яблоке уж не стала думать там очень старая система не взлетела бы совсем может даже не назначена на яблоко и короче говоря она обычно когда готовят то говорят то что готовишь или мимо пора у них там была еще ссылка на некий спутник скачайте браузер спутник вот что тогда что сейчас я перехожу по этой ссылке а там написано сайт умер так вот эта разработка россиянских ученых наверное супер крутая крем от морщин крем питательный на основе получи и паутины и паука шелкопряда паутины там какого-то элемента с этой паутине содержащегося но как обычно много шума а толку ноль прям как это зрительница что последние суток четыре сколько я тут уже с понедельника наверное скачет у меня в комментах и гадит однотипные копипасты практически совершенно рандомные говорила что меня снова якобы обсуждают на этом форуме идиотов под названием насики я туда через vpn зашла ничего не обсуждается такое же дохлое но я к чему короче я посмотрела про это ну думаю если я буду делать вот чего-нибудь такое то я заходку и потом поставлю ну напишу рецепт головного мозга рекомендую напишу рецепт на возродившийся россиянский бывший кукет а потом думать что это я же могу это записать на камеру может я больше такое не приготовлю во первых у кого-то это вызовет анальный спазм привет юлия белоруссии которая заявляет что шаурма это вида для бедняков знаешь можно купить за 180 рублей сколько стоило шаурма то куриного мяса упаковку макарон допустим запечь курицу в специях в том же кефире или еще в чем-нибудь сварить макароны бот всем счастья и даже можно если курицу запекать в мешке для выпечки в пакете для выпечки или в силиконовом мешочке как я тут запекала в прошлый приезд хочу кстати купить мясо у меня там кефир остается что-то не разный всякий что-то как-то не идет он у меня и запечь мясо свиного в кефе так вот и можно отбурить бурьон вот если делать вот рукавелье в силиконовом мешочке на этом бурьоне можно сварить вот это вот еда вот для бедняков потому что тут вот все супер экономные все куда-то там шаурма за 180 рублей и не каждый себе может позволить так что-то не даже бедняков но так вот я решила что кто-нибудь обязательно вове тональный спазм выставит свое негодуя офигительное мнение которое честно вот такое мнение нафиг никому не надо но лично канале это хорошо выставит свое офигительное мнение как было с видео когда делала рис по моему на бульоне от куриных голов а какие-то французы делают даже суп с этими куриными головами с петушка с головами петушков с этими чё там у них на голове у петушков а кому-то может быть тоже зайдет и тоже сделает потом я решила что вот мне просто остро как бы нежелательно я не люблю острую пищу хоть у меня есть там специи какие-то с немножко острым и кори ну кори у меня более мягкий все-таки не настолько что супер я не не гладу только кори и я подумала что можно сделать записать видео я сейчас его порежу короче я хочу сделать на подсолнечном масле потому что сейчас у меня даже только подсолнечное масло если вы хотите чтоб не было другое масло какое-то еще можете мне задарить его и либо задонатить либо на базу выдачи озона я дотуда съезжу на велике который снова слава дьяволу на ходу если кому-то папа болит от слова дьявола и начинаются вопросы почему не слава аллаху слава богу иисусу или еще кому-то но у каждого свои тараканы так вот я подумала что это просто может быть тоже кому-то пригодится может кто-то здесь откроет потому что я нашла статью в интернете там было пять что ли рецептов вариации куда можно приделать эти створки горошком молодые створки вот эти только еще вот зеленые где средние горошинки крупные но я старалась выбирать у нас тут более-менее крупные горошинки кстати очень хорошего как горох фут футук-тук мне ни в одном не попалась и червячка или какой-то болячки хотя он не особо высокий в этом году такой хороший плотненький а потом я потом поеду в сад и смородину собирать и еще в одно место если получится не только смородина и во-первых тут клетчатка плюс писалось в рецептуре что он как бы сладковат и поэтому надо остренького я подумала сделать его потушить ну как бы пожарить потушить у меня сковорода с толстыми стенками и покрываю обычно стеклянной крышкой без дырочки крышкой и она как бы тушится на слабом огне я потому что тоже как бы жареная мне не особо можно но я не очень его люблю крайне редко ем такое чтоб совсем жареная вчера правда буквально слопала две жареные кослеты но они предельно были жареные в гостях позвали меня помочь и покормить в смысле чтоб я помог меня покормили при этом работаю за еду а может и насчет этого папа бабули я решила что можно взять стрелки чеснока мне на посуду не сама ты очень понравилось жарить их вот слегка обжариваете солью стрелки чеснока и без всяких яичек без всяких томатов просто стрелки чеснока и вот это добавить посмотрю как будто меня все там есть еще две картошки мундире их надо бы как-то тоже уже разжарить но я хочу чисто зеленохи этой попробовать но и попутно сделаю салат из того чтобы у меня все есть вот у меня стрелки чеснока из морозильника достоянную я их потом обратно туда уберу у меня вода еще встала я ее мыла вчера у меня как сказала амина и катерина нет мужа и это мое счастье потому что не можно конечно найти хорошего мужа я надеюсь такой случится адекватный 1 все когда-нибудь а может а нет но не суть важная можно найти хорошего человека который вас будут сочетаться характер я не говорю что человеке все плохие да там я я к тому что ну я могу себе позволить да действительно могу себе позволить помыть посуду не сегодня а завтра вчера я очень уставшая была я планировал свои дела поделать но в итоге вышло как вышло свои дела я уже не поделала и хоть на эту сковороду можно нужно всего лишь чуть-чуть масло но как-то я поняла что вот ну вот много положилось как здесь магните как-то покупала третьяковская мест борисогребск 325 лет я только сейчас увидела что-то борисогребск а это нет это не тот борисогребск я забыла как еще бориса ну видимо очень много вариантов борисогребска есть это вообще воронежская область у меня кстати привет тоня из воронежской области есть делают очень вкусный суп давыдовский продукт и если интересно я сумку оставлю в инфобоксе либо закрепленном гаммите на свой отзыв на реке пройдите туда пожалуйста мне вот за это 5 копеечная копейка за ваш просмотр да да не только пользу но и выгода я там оставляла свой оттурный отзыв на супу давыдовского продукта гороховый заказала три баночки на whiteberries короче в общем что-то мне тут второй уже продукт из воронежа сейчас я ее поставлю на газ пока она слегка подогревается под крышкой нужно конечно побольше доску взять но нужно среднюю часть посуды я рассеяла часть посуды меня не хватило я еще из-за того что видать ну как бы промерзла малость ну не чувствовала что холодно но ноги то намокли воды горячая нас сейчас нету чтобы не загораживало солнце воды горячая нас нету даже с шестнадцатого включительно и как бы в ванну не принять я подумала сначала в родственниках помыться но что-то как-то то и все пятое десятое мне уже сил не было ни на что потому что я там уже где-то в половине восьмого снова оказалось а даже есть не хотелось а еще зрители может и конечно не в курсе тоже не все же смотрят мбанги я даже не помню где я еще говорила это я что-то подсела на медовую воду я вечером медовую воду иногда днем пью ее чая пью сейчас исключительно с медом хотя мне как бы есть варенье но у меня еще была такая шоколадный батончик куплен была у подруги на работе чай с ней попили и она меня угостила пикником и говорит сейчас по 40 рублей магните типа как по скидке а там такие приличные для конфетки надо и в чай попить вообще я купила себе на два раза у меня даже на три ушло потому что вчера отвлеклась и вечером уже допивала но перед сном я сейчас стараюсь пить либо медовую воду либо чай с медом во первых оно внезапно хорошо влияет на пищеварение во вторых вы экономишь деньги если у тебя свой мед да на сладко не надо тратиться хотя у меня еще дофига всякого варенья есть ну и вкусно как бы а если жарко то можно вообще один пример пищи заменить поедание медов соток как мы в детстве делали сестрами когда бабушка с дедушкой медка чали с колодежной водой но нет колодежной воды можно просто с чаем теплым попить так вот у меня тут как ты понял горсть приличная такая стручков зеленого горошка я еще подумала что ну есть же японское блюдо это мамы зеленый горошек я еще какой-то главе тамуры который надеюсь сегодня все-таки доделаю хотя бы большую часть дела остатайпа была глава посвящалась в такими на третьих топку в курсе за тему хамура тамура вообще могу один амадоком осмотрел и там был одно из блюд столовой дома мы подумайте стручки гороха стручки бобов зеленые дали там парят с ними сделать то почему бы вот такие точки не уделать это как раз он сладенький стручки гороха реально такие немножко сладковатые сахарова там какая-то присутствует что-то в этом роде то их вполне может оттенить чесночная стрелка она не такая сильная чесночная как мне вот допустим казалось но она чесночная но все немножко иной вкус более мягкий более тонкий если вместе это сделать то нормально думаю ну потом уж таких это укроп петрушку посыплю там еще может каких специй посыпаю просто так уже смотрю как будет я думаю вполне нормально сочетание должно быть там у меня сковорода плевалась а там немного еще воды оставалось на ней и да надо по рецепту в общем все вот эти хвостики как бы срезать их оборвала и прожилки тоже если они вдруг есть вот такие сильные где-то у меня тут ломаный он сам по себе уже я что-то в этот раз еще пока не варила варенье клубнику смешала с сахаром она мне постояла сухи с хвостиком в холодильнике и вилкой вообще даже не блендером покружным просто вилкой раздолбала немного так она еще и сок до этого пустила и в контейнеры засунула смородину хочу смешать черную и красную пробить блендером да цыпать песком дать ей раз творить с этому песку убрать в холодильник потому что морозил потому что в прошлом году мне подруга подогнала крыжовника я его смешивала с черной и красной смородиной по совету своей тете с сахаром и замораживала и очень вкусно это вышло я думаю ну как это смородина красная кислая по большей части черная мне что-то в этом году так проперла на черную мне кажется никогда особо много ее не ела по собственному желанию если только вот варенье уже на шок свежем виде я вчера когда ездила закрывать под дождем теплицы у нас у соседей и некровной родственницы то потом думаю дождик закончился думаю что сюда я приехала что ли я так это с куста смородины прилично так поела до этого собрала около литра и она у меня практически за весь вечер ушла вся думаю наверное мне не хватало смородины ну и да я соли потом еще сюда добавлю тут уже вроде как мелочь какая-то осталась можно конечно это тоже покрошить но она более уже тут ломаная она волна с самого как только остались эти стручки сразу зафигачить да масло вроде как многовато ну что отлить тут у меня была баночка под маслом я не знаю что ее как то уже видимо вымола тогда стручки стручки видно будет да так 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 Добавим газ, напоминает капусту зелёную, когда вы её решили пожарить. Замороженные, они прикольные, их можно прям руками ломать. Но, как я поняла, вот эти тоненькие хвостики, не зря советуют их срезать, видимо, потому что они когда на стовородку попадают, они высыхают. Ну и как бы ты их уже не поешь нормально. И только если вот суп там чисто для аромата. Так вот, можно не резать, можно просто их поломать руками, когда вот они только из морозилки. Они ещё похожи на стручковую фасоль. Вот у нас соседка одна по саду выращивает, иногда меня угощают. Я тогда помню первый раз попробовала по её совету, как раз делала с яйцом, но мне не понравилось. Я потом уже делала без яйца совсем на вот эти хвостики. Знаю, стоит их выкинуть или переложить в отдельный пакет и потом в суп пустить чисто для аромата. В чём первый раз я делала исключительно на пробу в небольшом количестве это стрелки чеснока в смысле. Вообще, может быть, я не первый открывать или кто-то так уже делал. Дайте знать в камеру-то, если чё. Я имею тут створки зелёного горошка со стрелками чеснока на подсолнечном масле с солью. Я это смонтирую, наверное, уже когда до сада доеду. Потому что одновременно и то с другом и не получится делать и тайпить и монтировать. Ну, если только это, пока ем, допустим. А, я же хотела поесть это на камеру. Ну, короче, я поеду в сад и там, если будет хорошая погода, возьму с собой планшет. Там мне ещё одно видео, которое я вчера начала монтировать. Я снимала, как дошла с камерой, на которую сейчас пришлю на крепление, вот здесь вот на рюкзаке. До пруда до нашего. До Кудова несколько лет вообще не захотела. Ну, думаю, хватит. Сейчас обратно в молозилку. Сейчас обратно в молозилку. Ну, ничего не хватило. У меня всё тут, а вот мне рядом положили. Сейчас обратно в молозилку. Волозилку. Хочется обратно. Может быть. И волозилку. Это метр в обеEL. Волозилку. Мое дело. А, ты давай. Чай. Вообще, это мама, по-моему, я с соевым соусом, у меня пока немного соевого соуса есть, я еще весной хотела на него сделать отзыв на реке, она что-то как-то так вот замоталась в деревню связи, особо нету. А он мне очень нравится, этот соус, я на днях была в Ашане, я думала купить какое-нибудь соус, потому что омой заканчивается, но что-то так это. И хоть в омой там тоже добавляется какая-то там сахарная калера, еще какая-то хренатинь. Не каждый хикоман или хайф, и ни какой-то хайф, ни птина, ни мятом вообще практически. Ну, короче, это не хиккоман. Хиккоман я его называю, то только сой, вода, пшеница и соль. Но там всякая какая-то хренатинь была немнятная, даже даже нисколько хренатинь и немнятные они все такие живкие, Я подумала, что лучше потом еще литровую бутылку купить или даже пол-литровую навайберис или озон, и будет то же самое, дешевле, и оно как бы густой, его можно само разбавить. Лучше разбавить густой, чем покупать литр какой-то немнятной водички, уже разбавленной. Думаю, можно чайник сейчас поставить. Чесночку он пахнет вкусно. Выкину, наверное, потому что оно уже почти разморозилось. Смысл его потом обратно вставать в морозилку. Я мне какую-нибудь миску заставала. У меня тут салат, шпинат и салат еще какого-то интересного цвета. С лопаточки томата тут как раз горошек сладковатый. Думаю, сегодня глянусь, и там подрос вот тот, который крупненький такой, что его можно горошек съесть, а это пустить на вот это вот. Сделаю еще. Сейчас подумала, может, можно на этот, на Арик написать вот, что можно сделать со творками горошка. Как бы у меня еще есть зуд со шпинатом и с чесночными стрелками, а туда еще яичко. Вчера домашние крошки из вызора, бабушки капают, смятнуло, и оно оказалось желчочное. У меня еще лук есть. Он такой, он как-то декоративный, мне всегда казалось, но у меня тоже вполне себе лук, который едят. Укроп у меня в морозилке. У нас в этом году в саду укроп вырос вместо сорняка практически везде. Думаю, можно уже выключить, оно само дойдет на сковороде. У меня еще этот... Петруха. Я просто как-то делала салат, у меня был укроп, петруха, листья салата, шпинат и зеленый лук, и больше ничего. Одна зеленуха сквозная. Там ни яичко, ни помидорчики, ни огурчика. Аня спрашивала, я хоть отвечала в комменты, но скажу еще раз в видео. У нас в этом году что-то нету еще огурцов в саду. И помидоры тоже до сих пор все зеленые, еще маленькие. В общем, как-то странно. У нас поздно пошли огурцы в этом году в саду. Ну, в рост пошли, стояли, росли, росли, но вот именно в рост они как-то... У них какое-то торможение в этом году. Очень жаль. Но я не покупаю сейчас специально ни огурцы, ни помидоры. Тут скалки всякие остались. Тут даже что-то еще остается. Я сейчас просто покажу. У нас там какой-то вот такой темный салат. Я один листик взяла. Делаю вот этот по-самому дне. Ну, бывает салат с такой вот темной штучкой, да. А этот вот именно такой реально темный. В принципе, надо было побольше брать тут тарелочку. Ладно, как-нибудь утрамбую, а это уберу уже на потом. Ну, что-то у меня будет без первого, потому что, во-первых, у меня еще не было завтрака. А, второе, это еще и первая поемка. Мне, может, это все не вредит. У меня зовут, когда-нибудь не буду. А, нет, покрасим ее. А, нет, покрасим ее. Я тут зеленый лук, даже макароны варю, наверное, добавляла. Прям небывалое дело. У меня есть, конечно, сметана, но мне сейчас кажется, удобнее будет замасливать просто маслом. Очень сильный набор воды в этом районе. У меня тут даже в этом году еще сильнее, чем обычно. А открываешься, но прям вот немного пузырит. Что-то на этой нашей котельке делают. Вот такая вода прям бежит. Будто рвется. Я вообще хотела в Вашане купить какое-нибудь масло или магнитик для салата, другое. Но что-то ничем не впечатлилось. И подумала, может, потом на Вайдбере закажу. Ну, как-то так это, забылось. Ой, у меня же еще салат со свеклой, я поняла, совсем забыла. Ну, ладно, я его потом только поем. У меня тут сынки вообще есть? Тебе надо помочь сейчас будет. Да, есть, насушилки. Так, руки мокрые. Надо сейчас вот тут посолить. У меня куда-то крышечка тут на днях упала. Вот этой вот баночки. Это вообще бочонок из-под меда. Раньше Гринмаме давали в подарок за заказ. Я не нашла. Думала, может, Ковка будет играть на полудах. Найдет сама. Красовая тарелочка. От дедушкиного сервиза. Половина суповой там набор такой был, скажем, большущий. Такой керамической кастрюлей ушла моей сестре младшей. В ее частный дом. Все, что ли, выложить? Тут, правда, и всего-то ничего. Ладно, потом лучше добавлю. У меня там какой-то чай заварен. А, мне вот что-то привозила с Бетты. Они туда, племянница, ездили на фигурного катания сборы. Спортивные. Сейчас-таки можно заварить порошковый чай. И добавить молока. Можно заварить, развести короб. Или кофе. Ну, раз уж у нас тут все такое зеленое, пусть будет все зеленое. У меня хоть и японская, хоть и первая категория, но, по-моему, это все покупается года за два до расфасовки. Ну, даже за год до расфасовки. В Японии по супер дешевой, в какой-нибудь копеечной цене, может быть, вообще в каком-нибудь там стояннике, я не знаю, продаются в стоянниках. Большое количество мати на работу у Никитоса узнать, кстати. И это... Есть ли вообще стоянники еда? Потом фасует, и она, соответственно, уже не такого зеленого изумрудного цвета, она светлеет. Чем дольше, больше возраст у мати и вообще японского зеленого чая, и не только японского, а какого-нибудь элитного китайского, как, допустим, колодец дракона или тайпин-хоу-хуй, хуй, тайпин, короче говоря, хоу-хуй. Чем оно с годами со временем светлеет, сереет, бледнеет и уже чер знает, какое по вкусу. И вкус не тот, и только с молоком можно такое пить уже. И все, и аромат не тот, и, соответственно, нужная бодрость, допустим, от такой мати уже не будет. Как я в свое время надерябилась, хорай на мукасе, и еще какой-то там мукасе, и потом, так сказать, кайматик. А мне приятель потом пишет, я забыл тебе сказать, что одна очень крепкая, на совсем чуть-чуть там, буквально, но... Кончик ложечки, вот так вот. С ноготь мой, если не меньше. А другая, ну, менее крепкая, но тоже крепкая. У меня такая бессонница потом, бодрячок был, я, думаю, двое суток на энергетике была. Как на довлетках кавеина во время первой сессии, еще на библиотечном. Так, я это не солила еще. Этот свой, только салатик, салатик надо помешать. Там все видно, да? Как вот тут его мешать, Леля? Как мы это будем мешать? В такой маленькой мисочке, столько нафигачих. Укропа я еще не добавила. Сейчас я еще укропа изморазилки достала. Я в этот раз порезала, у меня, я выезжала, у меня времени не было совершенно уже совсем. Я один вошел в пакет, но там были еще и крупные фракции, которые вот тут нормально, потом можно, если что, выловить, процедить, там бульон добавить, если курицу варите. Вместе с морковкой, лучком, потом процедить это все. И бульон готов. Тут тоже эти палочки попадаются, но больше, вот в контейнерах было больше пизеринонки. Самой. И я сейчас вот сначала из пакета хотела, но думаю, блин, удобнее из контейнера, он освободится, можно будет туда, если что, переложить уже из пакета или что-то иное в этот контейнер платить. Потому что что-то я была в Ашане, и вот таких контейнеров не было внезапно. Ну, в смысле, вообще не было контейнеров пластиковых, одноразовых таких. У меня многоразовые есть, но они тоже как-то, их не очень много. Ну, и у меня там набор еще выигранный когда-то за какой-то конкурс, я уж не помню, или марафон этот, рецептов. Скулпеда там набор был контейнеров, вот все покажу. Тут у меня сладкая паста на основе аквафабы из красной фасоли и сахара. Или виноградного сахара, я уж не помню, виноградного сахара. Вот такие вот набор контейнеров, они круглые, не очень легко наложить туда, потому что эти посложил, как бы, и все контактно убралось. Ну что, приятного мне поедания. Приятного мне аппетита и вам, если вы будете что-то кушать. Это все очень спонтанно. Оглопик. Напомню, тут у нас стрелки чеснока и створки зеленого горошка. Створки стручков зеленого горошка. Оно уже подостыло. Оно не соленое у меня, но, кстати, вкусное. Оно как та шаурма, которую я в последнем мусбанге ела. Ну, как бы, сегодня и после... И когда-то на днях еще выйдет два мусбанга деревенских, но я имею в виду тут, которая в последнем мусбанге ела, именно вот, по записи. Хоть он и выложился раньше. Я в прошлый прият словила такой кайф, когда кучу видео выкладывала, чтобы не за раз все это выложить, допустим, 10 штук в один день. Оставила на... опубликовать позже. И где-то так неделю у меня было свободно, ну, как бы, можно было чем-то заняться. Думаю, блин, на канал не обязательно заходить, там, камень-то только когда свободное время есть прочитать. Какое-то такое интересное ощущение было, когда потом спустя так недели-полторы заходишь, чтобы что-то залить на канал. Так странно. Короче, я открыла для себя что-то намного удобнее. У меня было одно время, когда я опубликовала то, что... Плузья залитого. А как, не сказать, что по расписанию, расписания у меня нету. Все-таки надо посолить. Побувать соли. Так вот, в той шурме тоже был такой вкус. С одной стороны, казалось, надо бы посолить, а с другой стороны, ну, все идеальное такое сочетание. Сейчас просто попробую. Соли уже. Вот, если бы я сама не готовила, я бы даже не подумала, что это зеленый горошек. Буший. Видно там? Ну, какую зеленую сейчас делаю. Мимо упала. Так вот, у нас есть кустик салата. И он полностью вот такого цвета, как вот бывает такой салат, где вот тут, как тут. Какая эта шурка. Какая эта шурка. Как-то можно быть с хлебом, но у меня только белый хлеб. Ну, то я надеюсь, он еще не умер, потому что я приехала, купила хлеба белого. У меня вообще дома ничего не было такого, чтобы нормально стоить. Ну, у меня из деревника я приехала. Что-то не очень четко вышло, этот кадр. Ирина, это кто? Какая-то я написала в телеге. Мне надо сначала, который нет контакта. С каким-то скриншотом вместо сообщения. Насколько ленивый человек. Палочка попала с неживющейся. Насломаться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Прям всем что-то надо от меня вдруг-незапно стало. Одновременно. Продолжение следует... Продолжение следует... Работодатель, который предлагает работу не в прямом текстово скриншотом. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 по этому поводу. Дайте знать комменты. Я всем поставлю сердечко. Даже неадекватным, которые все еще смотрят мой канал, приходят, чтобы выложить свое нутро, потому что им грустно по жизни. Они боятся в этом признаться, что им грустно по жизни. И чтобы скрыть то, что им грустно по жизни, они оставляют малоприятное содержание комментарий блогеров на каналах и в других местах. Я сначала как-то расстроилась, когда мне там с очередного фейха всем известная дама из Ярославля написала поток сознания. У меня была подруга, я сказала, Лёля, я тебе сочувствую, ты с ними ничего поделать не можешь. Собака лая, караван идет. Я что-то так стала, пофиг. Мне стало доставлять удовольствие читать ее вот эти потоки сознания неадекватный какой-то бред отвечать ей. И прям даже назад такой, что вот она пишла, я ей в свободное время отвечаю. Они всячески пытаются меня там опустить, унизить, выискивают все мои какие-то там недостатки, которые она считает недостатками. Замечаю все-все мельчайшие детали, что когда я делала, думаю, блин, вот надо же, это такая же любовь. Ну что, если на человека пофиг, то как бы это, пофиг и есть. Ты ничего не знаешь, что там у него, у человека, на которого пофиг, потому что не интересуется им. Я еще думала зайти в ВКонтакте, думаю, глянуть, что там у него, может, у него что случилось, что она так безумствует у меня не первый день на канале, а потом забыла. И вспомнила только сейчас. Вот это уровень приоритетов. Человек вместо того, чтобы потратить время на себя, тратить на меня. На карантин. А я подумала зайти, и через пару минут забыла. Человек, возможно, останется. Надо было чуть-чуть не его со прикольным мне сейчас есть. Ну, в смысле, ребята смешивают свеклу с этим вот. У меня там свекла с семенами конопли, те, которые едят с этими тыквиными семечками, там совсем чуть-чуть, и кедровыми орехами. Сугроба вареная. И вот тут еще салат. Просто иломат. Даже холодная нормально так идет. Так вот, почему я подумала, что можно это пожарить вместе. Тручки, фасоли жарят, там тушат, да. Как бы тоже бобовая культура, как и из горошек. Можно будет назвать это видео, и до мамы отсюда, и до мамы с чувствующими стрелками. У меня вроде сейчас есть плавит, где я там ем и готовлю одновременно. Таких видео вроде не очень много на канале. Но плавит я им отдельно все-таки создала. Да, надо было ножичком или кусочком хлеба подгребать, а я пальцем. Есть к чему подраться. А еще зрители, прикиньте. Меня же это бешеный бобик-то на канале провел, что меня обсуждают где-то. Я решила, думаю, я давно себя не угодила. Забила в поисках Авиа Форрай Вардёля. Внезапно через гугл на картиночках увидела какой-то интересный скрин. Ткнулась в отзыве от ноября 16-го года вроде. Какая-то дама, которая с 20-го года больше не писала комменты. Ну, в смысле отзывы. Соответственно, ей монетизация уже не идет. За отзывы там же раз в месяц на хотя бы один раз в месяц надо оставлять отзыв до 30 дней. А потому просмотры ей есть, а денег не будет. Если она ничего не запит в ближайшее время. Прошлась по мне. Причем, знаете, вот из серии стих она там писала отзыв про АСМР. Вот когда человек хочет показать другого во всей красе, в кавычках он специально выбирает самый удачный кадр. У меня там видел как раз этот мой мулбэнг. По-моему, первый раз, когда мой первый хавчик на кадр. В плане как АСМР. Ну и у меня там это за скриншоттери, там видно даже на экране, что она выбирает скриншот такое, ну, миниатюры такое, такой. За скриншоттери прошлись по моей внешности. И потому, что я, соответственно, не знаю, что такое АСМР и лезу куда-то. Я комментарий оставила. Радостный. Я на ЦССР люблю про такое читать. Как удивилась, что на Алике какая-то особо уделила мне в реве. Правда, там слово дерьмо в кинзуру ушло в моем каменде. Я не знала, что слово дерьмо на Алике считается ревгательным словом. Ложкой под гребу. Может, какая-нибудь Юля из Белоруссии, которая слушает тоже нейродюбель. про обезьянку, которая получит. Можки песни у них такая есть, мне нравится. Глебушки какие-то, друзья. Снова забываю, что я бомжую, голодаю. Поэтому последние кусочки вилкой с тарелкой загреваю. А надо оставлять на тарелке где-то две трети от того, что ты вообще поесть хотел. Просто очень вкусно, мне понравилось. это круто, что есть хейтеры, которые годами хейтят и свое мнение не меняют ни в какую сторону. Ну, в смысле, продолжают хейтить. Некоторые из них считают, что это не хейт, это конструктивная критика. Особо мне нравится конструктивная критика от таких людей, ну, в кавычках, это что там? Конструктивная критика про внешний человек. Вот мне нравится кому-то там нос другого человека вверх, вот измени свой нос. Сходи к пластическому хирургу, да? И бывают такие, мне не нравится, дизайн там твоего дома, деревни, как он там, обои не так весят или еще что-то. Ты должна это все изменить. Не всегда так думается, ну, если ты говоришь кому-то, что ты должна, значит, ты хочешь нанять людей, которые сделают так, как тебе хочется, да? Заплатить это все. Тогда человек уже, сила, хочешь не хочешь, тут уже наняли рабочих. салфеточкой делать, а мне кажется, была салфеточка. Не знаю, маман такие делали, только бабушка. Вот так вот. А, ну тут уже дырышки, ну сколько ей лет-то, блин. Ну, может, вместе мама с бабушкой такие делали. Салфеточка. Как раз до такого случая. Их много раньше было. Я думала, мне это салфеточка состоит, а я его даю. Я в деревне, ну как я скачала в предпоследний раз, на планшете, короче, поставок, у всех этих видеоредакторов. Какие там платные оплатить нельзя, потому что Google не принимает деньги сейчас из рожки. Какие это запускаются чисто онлайн. Какие там бесплатные версии есть, и полностью неплохо работают, ну там платные функции какие-то есть, но можно и без них пролить. Вот нужно какой-то этот редактор. Он сохраняет так же, как видеоредактор приложения к... Блин, а я его вообще монтировала или нет, или тоже весит мертвым грудом. Но этот... Фейон вам баллон. Фейю тесь вам баллон. Стабилизатор, короче, за смартфона, который. Так вот, там дизайн сохрана идет выиграть так же, как на фейти-шамбалон на приложении. Когда мне в прошлом году на ноутбук-то малови глючила, я несколько дней не могла ничего смонтировать, потому что, в какой-то момент срывалась все. Я пыталась какое-то видео на этом приложении на телефоне делать. Там сжатия практически никакого. И файлы хоть какой-то еще более огромный, чем исходняк. По мидражу. Тут не знаю, как будто я хочу на нем просто там немножко отличается. по виду вот этих добавлений иконок смахивает на иншот, который у меня платной подпиской на телефоне. Причем на хуловые можно через сам балерею платить этот иншот, а вот на гугл плей через хуловые нельзя. Просто я хотела сделать какую-нибудь отставку, но я не помню, снимала в прошлом привет на эту камеру или на что-то новое. Я на эту хотела снять что-то такое. Пройти по всей деревне может море или на оборот там лапсе заставки для деревенских видео. Для монбангов я отдельно записала заставки деревенских монбангов. А тут как бы возможно другое я хотела попробовать такой вариант. Короче интересно выходит не знаю как оно будет сохраняться большой формат будет быть в смысле большие файлы исходные или нет. что выход до пруда я писала в идее и там файлы по 4 гига метраж по 15 минут. И файлов там 3,5 ну в случае 3 по 15 и еще один там где-то 2 минуты. Это 10 7 гигов. и пауэр директ выходит большие очень файлы в этом у него минус отличает на мави даже мп сжатие все-таки меньше в разы на качество такое же. Ну мави может сохраняться часа 2 3 4 а тут максимум 15 ну максимум полчаса то если уж там много всяких прибудетов фигачено и пауэр длинный в среднем обычно 2 3 минуты это уже ложкой дозрел может я есть хотела конкретно так потому что я иногда была так все давно не ела и вроде не хочется но понимаю что вроде как надо поесть потому что часов 8 прошло уже как последний день надо поесть вдруг будет так это обморочно потому что забыла поесть и приготовься немножко какой-нибудь легкой еды и так ее скомячишь и просто ты понимаешь что хотела есть тут все свои я уже не сует он просто еще не втянулся легкая палочка моей посуды грязный прибыл посуда я честно тебя сегодня помою когда приду сало в каком состоянии у меня перчатки для у тебя посуды если дополнительное может стоит в аптеке купить посуды подавстыл подавстыл нету плюс нот из выдра нот впервые из выдра сам пошлогоднее походу самый труд рип хотя я только крышечку сняла но это у меня лично детский маразин на липкий мед который липкий когда детстве качали мед в деревне то этот мед был может быть везде ну может на потолке его конечно не было но много где был мед так прикольно пахнет он еще такой густющий но загустевающий но спиргой полезен если у вас мало крови анемия руки берем запущу внезапно конечно специфически по вкусу папка мне тогда угощала пергой мину я пообещала потом дать не было положить но она видать ее все раздала потому что получилось так что приехала недели через три где-то на левый хотя у меня тут уже есть какая-то капля стирает пятно какое-то на причинке на левый еду еду на автобусе там очень такая крутая горка в нее подниматься тяжело очень сильно но был бы у меня может верить как у никитоса там шоценик или еще что-то или какого племянника было бы легче у меня всего лишь тем скоростей но он как бы это тяжело я в этот раз решила прошлом году по моему туда наверх еду а вот разрешила на автобусе потому что не факт вдруг дождик будет только как-то а потом поеду выбираем на следующей неделе я так-то изначально воскресенье собиралась но в субботу гуляем воскресенье возможно приедет ну смысле на выходные приезжают сестра которая давно не видела которая хотела вверх встретиться но я вверх в итоге не поехала ее в елике не казался а у меня в елике живет на встречайте короче на выходные должна вроде приехать сестра но не точно еще я может вечером позвоню к если человек сам не позвонит потому что позвонить на счет молока надо договариваться за два дня потому что я беру еще вечерняя надо еще наличие не съезжу выигры в этот раз даже непонятно там я учала там еще либо только начинала созревать для того чтобы нас вести в городе она цветет намного раньше уже практически доцвела но городе надо места какие-то знать там и руку не используя чтобы она была допустим это либо и после дождя это уже терять свою дееспособность ну цветы липа попали по дождь то можно играть смысл уже не будет никакого не знаю выдох там как на тоже немножко пути зацветая как деревня поеду на следующей неделе это он там будет и при этом не попала подушь на вот у меня конечно есть немножко прошлогодние липы ну хотелось бы этого года покажи как 16 минут гриша обычно как я сегодня узнала 1 монбанга хватает на 3-4 приела пищи я тут наверно на все 5 и камера на 75 процентов уже зарядилась учитывая что она по вай-фай соединяется с ним поэтому заряжается медленнее я уже подумала мед это уже как сироп у варенья да когда там ощущаются сейчас вот этими фракциями много есть невеликая честь только обжорой назовут как бы сказал мой дедушка теремия две ложки не умеет две руки я могу двумя ложками ездят мед пол сюда так вот что еще хочу сказать зрители может на меня так деревня повлияла с птичками орущими иногда засыпаешь птички так верещат думаешь блин они верещат еще громче чем дети в цветочек за окном взрослые опойки не взрослые опойки любые другие люди так вот прошлый раз я заметила что меня как-то вообще не напрягает то что на улице кто-то воет орет или соседи буйствуют сверху снизу спереди и сзади ну смысле снизу там не подвал там ничего нету нет соседей а в этот раз меня как-то даже это вообще не напрягает она таким фоном идет как допустим когда ты на сессию едешь по четыре часа я тогда спала каждый день ездила ну кроме воскресенья хотя нет у нас на установочное было воскресенье короче едешь по четыре часа дома спишь в автобусе вот так иногда бывало что стоишь обратно едешь билетов нету мест нету но запустили все битком бочки в селедке или селедки в бочки не знаю как наверное в этом случае бочки в селедке больше ну вообще битком и стоишь за поручень держишься так вот болтаешься вместе с автобусом внутри и спишь и шум какой-то гам еще что-то вот так же тут хотя это вроде как отдохнувшая природы насыщенная чай накопал на краешек зеленый ну смотри порошочек и на днях тут чё-то в ванну зашла там такие вопли за стенкой думаю а мне вообще пофиг думала получить умиротворение такое так что я думаю если у кого-то тоже раздражают личинки жездуны обезьяны алкаши и так далее громкие звуки за окном наверное надо недели две пожить в деревне в какой-нибудь где людей нет практически а если у вас нет такой деревни волком тухалл в горнице могу поселить на ночь правда вода с колодца из пруда с колодца надо вручную доставать из пруда накачиваешь терроручную ведерко домой носишь газового баллона сейчас нету есть только электричество жару печку не потопишь в дождик тоже но есть мангал если умеете пользоваться то на нем можно или согреть на этом наверное все спасибо зритель за просмотр я надеюсь ты пожрал если ты вдохновился тем что я готовила будет круто если ты это приготовишь и туда и знать в комментах либо еще где-нибудь напиши мне я с удовольствием почитаю и порадуюсь что ты проникся блюдом которое я приготовила если хочешь поддержать канал я где-то тут суну облачко либо ссылочка в инфобоксе если хочешь мне что-то прислать на обзор то Озон Вайберис тебе в помощь там за доставку платить не надо а если хочешь почтой России то скинь мне потом личное сообщение трек номер потому что у нас уведомления не носят совершенно они не считают нужным даже отправление первого класса или заказное доставляющееся до двери приносить уведомления так что это если кто-то что-то послал я даже не знаю ну и я могу номер телефона дать и которому привязана почта России тогда я точно узнаю что что-то пришло ну это всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч в следующей встреч до новых встреч